Какие гвозди вообще купить и как выбрать гвозди? Какие они вообще есть? Приветствую тебя, дорогой друг, на моем канале и благодарю тебя за твое доверие и то, что ты нажал именно это видео среди множества видео на просторах YouTube. Если ты нажал его, значит ты 100% задумываешься о том, чтобы встать на гвозди. Ты в нужном месте. Давай знакомиться. Меня зовут Анна Ковалева. Я коуч, а также мастер-проводник гвоздестояния. Практикую гвозди уже два года и мне есть о чем тебе рассказать. Кстати, если ты хочешь, чтобы я была твоим проводником и провела тебя индивидуально в твою трансформацию, записывайся ко мне на практике. Провожу как онлайн, так и оффлайн. Все ссылки в описании под видео. Ребят, прежде чем идти в практику гвоздестояния, покупать доску, обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями, кому на гвозди не рекомендуется вставать. Этот список противопоказаний я публикую в описании под видео, переходите, смотрите. Но а если там все ок и внутри вас есть действительно желание и готовность идти в практику, то мы начинаем. Мы становимся на гвозди, а именно на доски с гвоздями, которые называются садху. Садху, кстати, переводится как добродетель, добродетельная доска. И они бывают совершенно разных материалов, сами доски, как и гвозди, также бывают разных материалов. И здесь нужно понимать, какую доску для себя важно приобрести на первом шаге. И сейчас мы с вами это разберем. Алюминиевыми... Не могу никак выговорить, господи. Первая доска это доска с алюминиевыми гвоздями, а вторая доска это бамбуковые гвозди. Когда вы пойдете на просторы интернета в поисках своей доски, кстати, ссылки на доски, которые у меня в руках, я ставлю в описании под видео. Я обожаю этого поставщика и приобретаю у него очень качественные и хорошие доски. Но на что обращать, в общем, внимание в первую очередь? Первое это на материал гвоздей. И второе это на каком расстоянии друг от друга расположены гвозди. Это самое важное. Металлические гвозди бывают алюминиевые, оцинкованные, медные, стальные. И также есть еще гвозди из бамбука или бамбука, не знаю как правильно. В общем, это вручную выточенные гвоздики и также расположены на доске. Какие именно выбрать? А здесь зависит от того, какую именно энергию вы хотите получать. Металлические гвозди это по большей части мужская энергия. Бамбуковые гвозди это более женская энергия. Когда ваша стопа будет соприкасаться с гвоздями, то энергия гвоздей через стопы будет передаваться в ваше тело. И чисто по моим ощущениям, бамбуковые гвозди, они дают такую нежность, воздушность, легкость, озарение. Исполнение меч, собственно, вы можете посмотреть, какую именно энергию несет по себе бамбук. Ну а металлические гвозди у меня в данном случае алюминиевые, и вы знаете, они тоже очень легкие. Вообще алюминий это воздушная стихия, и когда остановлюсь я на эти гвозди, у меня внутри ощущение, что я как будто бы собираюсь по полочкам, фокусируюсь. Знаете, вот идет первая ассоциация, это такой нежный бизнес. Но при этом все легко, тоже, да, и достаточно воздушно. Самый тяжелый металл, который я не советую брать на первоначальных этапах, это медь. Обратите на это внимание. Но о том, какие именно гвозди, какого материала, какую несут энергию, я для вас сделала специально удобный разборчик, лист. Он сразу находится в описании под видео. Разверните, и там вы это все увидите, и сможете подобрать материал, который вам близок больше всего, и по вашим намерениям, по вашим целям, да, для чего вы будете заходить на практику. Далее вы можете обратить внимание, на каком материале расположены эти гвозди. Я очень люблю все качественное, все очень такое натуральное, и в данном случае бамбуковая доска, сама основа, да, она сделана из дерева ясень. Дерево ясень тоже обладает по своей сути особой энергией, да, это натуральный природный материал. Вот, от этого, конечно, цена доски тоже будет зависеть, природного материала, основа или нет. Например, вот эта доска природного материала, а здесь, ну, обычная фанера, да, ДСП обработанная. Из-за этого она очень легкая сама по себе, воздушная, но тоже мегатрансформационная. Второе, на что важно обратить внимание, на каком расстоянии гвоздики расположены друг от друга. Для начинающих рекомендуется начинать с самого близкого расстояния друг к другу гвоздям, это расстояние 8 мм. Затем идет 10, затем идет 12, то есть по 2 мм идет разница, да, где гвоздики расположены между друг другом. Поэтому, когда будете приобретать себе доску, обязательно обращайте внимание, чтобы расстояние было 8 мм. Это очень важно. Здесь вы можете увидеть вот такую, как сказать, цветочек, да, из вот дырочек, которые находятся между гвоздиками. Если вырисовывается вот такой цветочек, значит, это расстояние между гвоздями 8 мм. Их можно брать для самых первых практик. Гвозди мы с вами приобрели, у нас есть. Что делаем дальше? Если у тебя остались вопросы, которые я не затронула, пиши в комментариях под этим видео, либо подписывайся на мой телеграм-канал, на мои соцсети, и пиши мне в личку. Я с радостью максимально быстро отвечу на любой твой вопрос. Записаться ко мне на практике, онлайн или оффлайн, ты можешь также по ссылкам в описании под этим видео. И если это видео было тебе полезным, обязательно сделай энергообмен, поставь лайк этому видео, сделай репост кому-то из знакомых, кому это видео может пригодиться, и подписывайся на мой канал. Я буду тебе очень благодарна. Желаю тебе легких и трансформационных практик. Всем пока-пока и увидимся в следующем видео.